В Белой церкви я решил провести интересный эксперимент и проинспектировать скорость обслуживания в местных ресторанах. Пообщавшись с местными жителями, складывается мнение, что здесь постоянно все куда-то спешат и торопятся. Вот и мы будем играть по правилам этого мегаполиса. Я буду заходить в заведение и требовать, требовать, чтобы еду мне доставили в течение 10 минут. Вот. Ну и начнём мы заведение веранда. Пойдём. Саш, ну, меню ни к чему. У меня есть 10 минут, очень ограничен во времени. Что ваше заведение может предложить мне? Какое блюдо? Ну, наше фирменное блюдо паста. Паста? В течение 10 минут она будет у меня здесь, и я её смогу съесть. Всё, я вам доверяю. Давайте, вашу фирменную пасту. Итак, время пошло. Признаюсь, услышав, что ресторане верандам не могут принести пасту всего за 10 минут, я удивился. Ну что же, давайте посмотрим, сможет ли персонал ресторана выполнить своё обещание. 4 минуты 37 секунд. 4 минуты 38 секунд. 4 минуты 39 секунд. 4... Я так, как бы, развлекаюсь по-бело-церковски. Ага, спасибо. 4 минуты 44 секунды. 4 минуты 45 секунд. 5 минут 15 секунд. 5 минут 16 секунд. 5 минут... Спасибо. Уже готово? Подвоха никого у меня? Не сырое? Нормально, да? Очень вкусно. Горячо и вкусно. Ну, вкусной еды так часто бывает. Горячо и вкусно. Знаете что, во время приготовления еды спешить стоит. Во время приготовления заказа тоже. А вот кушать нужно медленно и наслаждаться. Честно говоря, я сильно удивился, когда мне принесли блюда настолько быстро. Хочу отдельно подчеркнуть, что ни руководство, ни персонал веранды, как и заведения, в которые я еще только отправлюсь, не были и не будут предупреждены о нашей нетривиальной задаче так быстро покушать. То есть я делаю вывод, что абсолютно каждый посетитель может получить такое быстрое обслуживание. Паста в Белой Церкви ни чуточку не уступает. Как говорят итальянцы, аль денте. И окажут наши украинцы шо? А о сирохудок. Паста с беконом и белыми грибами. А у нас были белые грибы и бекон. Всего 55 гривен. Ребят, я скажу так, это были лучшие 10 минут моей жизни в Белой Церкви. Пойдем в следующее заведение. Покидаем веранду. Времени нет ни у меня, ни у светового дня. Поэтому мы хотим попасть в следующее заведение. И следующее заведение в буфет. И вот мы уже здесь. Заходим. Когда клиента нет времени, 10 минут, что вы ему приносите? Ну, в принципе, по желанию клиента, как он голоден. Можно блинчики с мясом, можно вареники, можно супы. Мне главное, чтобы в 10 минут вложилось. Ну, в принципе... Я буду убегать уже. Ну, блинчики с мясом очень хороший вариант. Это блюдо, которым вы славитесь? В принципе, можно сказать, да. Все, блинчики с мясом. Сейчас у нас, можно сказать, 4 часа. Я жду. Хорошо. Хорошо, спасибо. Артем, ну ты прям включился в борьбу. Оперативно минута прошла только. Мне это нравится. Вот это результат. Готово. 5 минут. Минута на квас. 5 минут на блины, Артем. Вы помогали? Слушайте, это какой-то мировой рекорд. Спасибо. Минута на квас. Да. Пробуем. Ну, как бы там ни было, блины вкусные. Самое главное в блинах с мясом – это наличие, собственно, мяса в блинах. Оно здесь есть и вкусно. И снова, вот уже во второй раз я сильно удивлен. Блюда мне умудрились принести в течение пяти минут. В хорошем темпе живет ресторан и бизнес в Белой Церкви. Я восхищен. Я вам так скажу. Это лучшие 20 минут моей жизни в Белой Церкви. Пойдем в следующее заведение. Всегда мечтал побывать в Мексике на полуострове Юкатан. Но когда узнал, что в Белой Церкви есть тоже Юкатан, сдал билеты и на вырученные деньги купил себе двухкомнатную квартиру в Белой Церкви. В общем, я в ресторане Юкатан, и у них есть 10 минут, чтобы накормить меня вкусной едой. Пойдем. Я желаю за 10 минут что-нибудь попробовать. Что будете? Десертик, салатик, супчик. В каком направлении вам порекомендовать? Я пасту сегодня уже кушал, да, блины кушал. Давайте в салат, наверное. Смотрите, мы будем предложить наш фирменный салатик с угрем. Отлично. Итак, сейчас у нас 10 минут шестого. Время пошло. Есть. Мы ждем. А, Максим. Да, я вас слышу. А что мы будем пить? Можно сделать алкогольный коктейльчик без алкогольника. Нет, алкогольный коктейль. Да ладно, да ладно, не может быть, я не уверен. Салатик. Четыре минуты и салат уже здесь. Конечно. А коктейль? А коктейль, кстати, разработочки. Хорошо. Пожалуйста, ваш коктейль. Коктейльчик, молодой человек. Спасибо. Я одного вам. Я еще салат не успел попробовать. Вы уже коктейль принесли. Вы все вместе должны попробовать? Хорошо. Желень, морепродукты. Это всегда хорошо. В общем, подведем итог. Салатик великолепный, коктейльчик вкусный, хотя счетчик большой. Но оно того стоило. Раньше это заведение называлось «Кафе у Ларисы». Но затем Лариса Петровна вышла замуж за француза, и теперь оно называется Оливье. Давайте узнаем, как замужество Ларисы Петровны повлияло на ее кухню. Ух ты! Так, вот это я понимаю. Сразу видно, к отопительному сезону заведение готово. Здравствуйте. Вы там кого-то увидели? Знакомьтесь, это Украина. Жень, давай помашем. Мариуполь, Николаев, Запорожье, Киев. Я? Я, Женя, из Белой Церкви. Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Женечка, значит, задача очень простая. У вас есть 10 минут. Я позволю себе ставить условия вам. 10 минут, я хотел бы какое-нибудь блюдо. Вы знаете, ел блины, ел пасту, ел салат, десерт за 10 минут. Успеете? Конечно. Вопросы нет. Мне нравится эта уверенность белоцерковских официантов. У вас есть 10 минут. Успеете? Конечно. Ну, будем проверять. Я заказал тирамису и чай с жасмином. Ребят, прошло... Да ладно. Пожалуйста. Три минуты. Ваш чай с жасмином. Ваша тирамису. Это... Вы не с соседнего столика забрали? Нет, точно. Приятного аппетита. Вы знаете, можно вашу руку? И абсолютным победителем под доставки еды после того, как я делаю заказ, у нас Евгения и кафе Оливье. Три минуты у меня уже есть тирамису и чай. И снова, как во всех предыдущих ресторанах, блюдо мне принесли с сильным перевыполнением графика. Конечно, кто-то может сказать, что это возможно только когда блюдо уже готовое. А значит, везде мне приносили уже готовые блюда. Но я не считаю, что это плохо. Ведь главное удовлетворить просьбу клиентов. И мою просьбу удовлетворили во всех четырех ресторанах. И вообще в Белой Церкви, несмотря на то, что люди немножко смурные, заведение вас однозначно порадует. И это были лучшие 40 минут моей жизни в Белой Церкви.